Реакция из Крыма опередила решение Совбеза. Вот один из сотен комментариев, оставленных в социальной сети ВКонтакте на официальной странице главы республики. Ура! Мы вместе! Крым, Донбасс, Россия! Я разговаривал сегодня со многими людьми. Они говорят, вы знаете, у меня такое ощущение примерно как было 16 и 18 марта 2014 года. Вот в те дни, когда был референдум о восстановлении Крыма с Россией. Пока жители Донбасса в автобусах празднуют историческую победу, взоры крымской общественности направлены в сторону Киева. Мы знаем, что сейчас идет большое напряжение на границе. Мы видим, как Украина сейчас еще больше туда тяжелой техники привозит. Поэтому, конечно, сейчас очень сильно опасаемся за жизни людей, которые там остались. Крым готов оказывать жителям братских республик всестороннюю помощь, в том числе принять их на территории полуострова. Об этом сам глава республики заявил у себя в телеграм-канале. В эти трудные дни крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса. Мы с вами. Вся Россия с вами. Украина демонстративно игнорирует выполнение минских соглашений. Уверен, что руководство нашей страны примет все необходимые в данной ситуации решения. А поджигатели войны не уйдут от ответственности. Крым многонационален, и он всегда очень трепетно относится, и он всегда очень гостеприимен и близко. Даже иногда кажется, что это чужая проблема, но крымчане ее воспринимают как свою и всегда идут навстречу. Сразу после объявления сбора гуманитарной помощи по всему Крыму в школах, библиотеках, на рынках, в административных зданиях открылись пункты приема. Сиферополь не остается в стороне от проблемы на территории города. Развернуто сразу несколько пунктов приема гуманитарной помощи. Один из них прямо на Залезском рынке. Людям очень удобно. Вот здесь можно приобрести продукты питания, одежду и отправить их людям, оказавшимся заложниками сложных жизненных обстоятельств. Давайте и мы внесем маленькую лепту в общее благое дело. Спасибо. Это элементарный продовольственный набор. Здесь картофель, лук, бананы. А что это такое? Уже в ближайшие дни они будут доставлены в Ростовскую область. Тоже гуманитарную помощь принесли? А кому? Это женщина-пенсионерка. На последние деньги закупила для переселенцев целый сезонный гардероб, который едва помещается в нескольких сумках. Свою фамилию не называет. Прячет лицо от объектива камеры. Мол, это от сердца, а не для признания. Пальто. Вот такой плащик в дождик. Размерный ряд. Свитерки теплые. Всех размеров. Работники рынка не просто подсчитывают увеличившуюся прибыль. Сами встают в колонну добровольцев. Пенсионерка не на завтра отправит посылку в Ростов. На завтра. Сегодня я не смогла. А на завтра я приготовлю два ящичка, эти огурцы в банках и салатики. И принесу сюда. Это уже центральный рынок Симферополя. Вот в этом подсобном помещении сейчас располагается все то, что принесено за день волонтерами. Дар приносят самые разные слои населения. Например, вот эта передача от представителей 10-й Симферопольской школы. Здесь есть продукты питания, гигиенические средства. А вот здесь передача от меценатов. В этих сумках новая обувь и предметы одежды. Тонны гуманитарной помощи стекаются в Симферополь из всех крымских уголков. Дебютная фура уже в Ростове. Собранная сегодня – это почти 20 тонн продуктов и одежды. Выйдет по намеченному маршруту в ближайшие часы. Мы не ожидали, что в течение суток подключится такой мощный посыл. В течение дня понедельника уже со всех регионов Республики Крым привозили достаточно много продуктов длительного хранения, средств личной гигиены, детского питания, памперсов, бутылированной воды, постельное белье. За два дня крымчане собрали для переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик почти полсотни тонн гуманитарной помощи. Помочь попавшим в беду людям каждый желающий может ежедневно. В мобильных пунктах продлевают часы приема вещей и продуктов. Сроки сбора не установлены. Тарас Брезицкий, Севиля Меметова, Рамазан Аливапов, Максим Голубев, Алимсий Далиев. Телеканал Милет.